Добрый день! Сегодня я расскажу про кубик от компании Diancheng Solar System S2M. Магнитный 2х2 от Diancheng. Старый логотип, новый логотип, название, что-то еще. Много китайских символов. Где-то здесь код товара, наверное, вот этот. Diancheng набирает обороты. Линейка магнитных кубов уже до 10х10. Десятка скоро ко мне приедет. Но это 2х2. Двушка лежит у меня давно. Я крутил на ней тысячу сборок с большими перерывами. Интереса особого не было. Купил так за компанию когда-то вместе с трешкой. Здесь есть подставочка. Причем брендированная Diancheng. У кого такого не очень дорогого пластика. Сама двушка. Также бокс. Ну, не бокс, а пластиковая форма. И коробочка с чем-то. Сразу проверим. Тут отвертка черная и микроинструкция. Коробочка большая. Содержимое не очень. Тут что-то про 2х2. Причем все на китайском. Смысл в нем нет. Все обратно. Подставочку мы куда-нибудь приспособим. Пока хотя бы так. Ну, а отвертка. 2х2. Магнитный. Размер 50 мм. Вес 69 граммов. Хорошая двушка. Бюджетная. Нет никаких супер-пупер настроек. Чего-либо. Обычные винты. Обычные магниты. Комфортные. Приятные. Все хорошо. Я как только начал вращать, сразу вспомнился МС 2х2 от компании Чей. Они чем-то похожи. И Дианшинг на самом деле неплох. Он контролируемый, удобный, не особо тихий и собирать им приятно. Давайте разок другой соберем. Я открутил тысячу сборок. Среднее время где-то 5,5 секунд получилось. Меньше 5 не вышло. Ну, где-то там 5-10 сотка была. Бывали результаты у меня и лучшие. Но последнее время двушку я практически не кручу. Ни бюджетные, ни дорогие, никакие. И покупать, наверное, пока в ближайшее время другие модели не буду. Это было скорее исключением, поэтому так долго не обозревал. Но эта двушка и правда хороша. Причем настолько хороша, что почти как Чии МС 2х2. А это все-таки, наверное, пока лучшая бюджетная двушка. Но потише, чуть более контролируемая, чуть полегче и по вращению. И все с ним хорошо. Если хотите недорогую двушку, бюджетную, которая мало чем уступает топовым моделям, но без всяких настроек. МС 2х2, отличный вариант. Хотите что-то посовременнее, тот же Дианшенг вполне подойдет. Здесь все прекрасно, все отлично. Все приятно собирается. Углы режет. Какие-то вот уже такие совсем не режет. И обратные до какого-то предела тоже. При желании флипнуть уголок можно. Но за 1000 сборок у меня этого самопроизвольно ни разу не случилось. Так что вполне достойная, хорошая двушка. Но МС 2х2 мне нравится все-таки больше. Ну там в комплекте и полноценный бокс идет. А так двушки, они почти все хорошие. Собирать можно даже на немагнитных, которых сейчас особо-то и не найти. И делать это с хорошими результатами. Я собираю двушку не очень быстро. Смесью Фридриха и Артеги в районе 5-6 секунд. Ну как-то так. Покупать можно. Достойная модель. А трешка из этой серии мне понравилась меньше. А так почти как МС 2х2. Пока я крутил эту 1000 сборок, а закончил я как раз сегодня, 998 не выпала сборка интересная. И когда-то я уже так делал. Реконструкцию сборки, которая меньше 2 секунд. И вот как раз такая. С крамбула. Ф штрих, Р2, У, Р, У, Р штрих, Ф, Р, У, Р, У2. Получается вот такая вот картина. Попробуйте сначала собрать самостоятельно. Какое у вас получится время. Ну а теперь покажу, как решал я. Перехватил, видимо, вот так. Зеленый снизу. И начал собирать. Зеленого цвета, причем у Фридриха. Здесь вот уголочек. Становится третьим. Дальше вот этот уголок. У2, Р, Уштрих, Р штрих. Ну и доворот, У. Шесть ходов. И время мое было 1,88 секунд. Пишите, что получилось у вас. Двушка неплохая. Но, конечно, большие кубы Тян Шенга мне нравятся больше. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.